Это то, что мы должны видеть. Если я не вижу каждый день себя меньше своих товарищей, и буквально неравным им, не способным даже приблизиться к ним, насколько есть в них, если не в чувстве, так а в разуме, в знании, в действиях друг по отношению к другу, в ближении, насколько они взаимосвязаны друг с другом, насколько они понимают друг друга, насколько есть в них стремление от сердца друг к другу. Я вижу себя в стороне, когда я не как они, когда я не могу и не способен привести себя к таким взаимоотношениям с другими, потому что если я себя так чувствую, это хорошо. Не хорошо, что я нахожусь в таком состоянии, но хорошо, что я таким образом раскрываю себя. И тогда есть у меня место для молитвы, потому что никто не может мне помочь. Никто. Этот Творец показывает мне, где я нахожусь, кто я и что я, и только к нему я могу обратиться и попросить. «Дай мне, пожалуйста, силу отменить себя перед товарищами, чтобы я включился в них и увидел, насколько они взаимовключены друг к другу». И это должна быть молитва, просьба до слёз, потому что если я не включаюсь в них, как сейчас я вижу, что недостает мне, да, тогда я просто потерян. Я не продвигаюсь ни к целетворению, ни к слиянию с Творцом и ни к чему. То есть мы должны каждый день раскрывать и чувствовать, насколько товарищи находятся в обвинении между ними во взаимном понимании, а я в каком-то виде нахожусь изолированным от них, и это мне больно. Это просто колет мне сердце, я не знаю, что с этим делать, и я стыжусь этого. И я должен здесь, поскольку у меня нет выбора, обратиться к Творцу и просить, просить у Него, чтобы дал мне возможность подчинить себя, чтобы я включился в них и был вместе с ними. Спасибо.